Всем привет! В этом видео будет обзор на Xiaomi Smart Band 8 Pro, который я тестирую уже больше месяца и за это время понял, что он из себя представляет по автономности, какие у него есть плюсы, какие слабенькие стороны. Давайте сегодня обо всем вам расскажу и покажу. У меня черный цвет, но также есть эти часики и в белом, таком светло-сером цвете. И хотел бы отметить, что мне белый нравится больше. Черный скучноватый и черный, как мне показалось, сильнее нагревается на солнце. Для тех, кто в жарком климате эксплуатирует эти часики, то лучше, конечно, брать белую версию. По комплектации здесь у нас все классические. Это часы, это вот такой вот кабель зарядный. Кстати, кабель у нас подходит от всех современных версий браслетов Xiaomi. Это и Mi Band 8, Mi Band 8 Active и Redmi Watch 3 Active. То есть, вот такие часы я использовал до этого. Это Redmi Watch 3 Active и они имеют точно такой же зарядный кабель. Это огромный плюс, что современную всю линейку они подогнали под одну вот зарядную такую станцию. В кабеле присутствует магнитный коннектор, то есть, при подключении мы можем, ну, не буду пока снимать с руки, при подключении мы можем вот так вот поднести и у нас не будет дисконнекта. То есть, будет довольно стабильное, четкое соединение и будет правильная полюсовка при зарядке. Это тоже большой, большущий плюс. Здесь у нас примерно 40 сантиметров кабель, очень эластичный и достаточно крепкий. Также хотел бы отметить, что все кабели идут белого цвета, вне зависимости от цвета часов и в целом даже в других модификациях браслетов, часов от Xiaomi современных, где такой кабель используется, он везде белый. Теперь немножко поговорим о параметрах данных часов. Здесь у нас используется огромный дисплей 1.74 дюйма. Это AMOLED дисплей, у которого повышенная герцовка, здесь частота обновления экрана 60 Гц. У него максимальная яркость 600 нит, что мне по факту это дало. В принципе, практически не было условий, в которых мне было бы плохо видно отображение на экране информации. Поэтому могу отметить, что 600 нит в принципе хватает. Также здесь хорошее разрешение. Здесь разрешение 336 на 480 пикселей. Это дает просто колоссальную детализацию и могу отметить, что это видно даже по шрифтам. То есть вы смотрите на шрифты и вы понимаете, что здесь у нас никакой пикселизации. Почему это приятно и почему я на этом заостряю внимание? Потому что до этого, как я говорил, я пользовался Redmi Watch 3 Active и здесь у нас используется IPS дисплей. Здесь разрешение, конечно, не такое четкое и сам дисплей попроще. Поэтому сам дисплей нормальный, меня он полностью устраивал. Но когда сравниваешь с этим, то уже начинаешь поражаться тому, что дает, какие возможности дает такой дисплей. Не только по габаритам. Он действительно огромный. Здесь, как я говорил, 1,74 дюйма. Здесь помещается все, что хочешь, какая хочешь информация. Если приходит какая-то смс, то тоже ее можно прочитать полностью. Это огромный плюс. И, конечно же, хотел бы отметить, что здесь у нас полноценная локализация. То есть это международная версия. Поэтому здесь и шрифты нормальные, и русский язык полноценно поддерживается. И никаких проблем с отображением смс, уведомлений здесь нет. Все отображается четко, с правильной градацией букв, с правильным расположением букв, с правильным межбуквенным интервалом и так далее. Если говорить по емкости батарейки, то здесь практически 290 мАч батарейка. И если говорить по автономности в днях, при включенном Always on Display, как вы можете заметить, он у меня включен на постоянной основе. И при максимальной яркости, плюс у меня была куча уведомлений, плюс будильник. И все это дало автономность в 6 дней. Но при этом, обращаю внимание, что у меня был отключен замер пульса 24 на 7, кислорода в крови и детальный сон тоже был отключен. То есть, если мы оставляем то же самое, но с автояркостью, то у нас получается уже 7 дней. То есть, автояркость это большой плюс этих часов и она дает автономность на 1 день больше. Здесь можно отрегулировать яркость вручную. То есть, мы заходим сюда, заходим вот настройки. Здесь у нас есть экран и есть яркость. У меня стоит авто. При, кстати, автояркости он автоматически регулирует яркость и на Always on Display экране. Это тоже большой плюс. Если мы отключаем автояркость, то у нас есть возможность ее настроить. Вот от максимального значения до минимального. Минимальные значения очень комфортные для эксплуатации вечером. Мы включаем автояркость и он уже будет автоматически, видите, понизил. Подстраиваться под то освещение, которое вокруг вас. Это большой плюс. По дисплеям у нас здесь есть стандартная автоблокировка. Через какое время вы хотите, чтобы экран выключался. Ну, понятно, что чем дольше, тем меньше автономность. Поднятие для активации, кстати, я отключил эту опцию, потому что он загорается практически при любых манипуляциях руками. Похожим на поднятие руки, да, чтобы посмотреть время. И это тоже расходует батарейку. Поэтому, чтобы у вас не было 5 дней, то лучше отключить эту опцию. Либо просто приготовьтесь, что будете на полдня меньше он вас будет держать. Также хотел бы отметить, что приложение работает без глюков. Если мы уже однажды запустили приложение, то будет работать оно стабильно и четко. Не нужно вешать никаких замочков. То есть мы открываем приложение. Все, после того, как мы его запустили и устройство у нас синхронизировалось, мы можем его спокойно закрывать. И у нас оно будет перекидывать данные на часы, то есть уведомления. И с часов статистику будет сохранять при ближайшем включении приложения. Будет полностью синхронизация. То есть в этом плане, конечно, они здорово сделали, что приложение наконец-то работает очень-очень корректно. Могу отметить, что на примерно расстоянии 15 метров я тестировал приход уведомлений и уведомления приходили. Это тоже большой плюс, что очень большая дистанция. Но у меня флагман, это 11T Pro. Но важно также не только какое устройство, но и что сами часы отправляют на такую дистанцию информацию. Это тоже большой плюс, если вдруг вы ищете телефон с помощью часов или у вас какое-то важное уведомление, что вы его точно не пропустите, если у вас смартфон будет находиться довольно далеко от часов. Теперь, что касается влагозащищенности. Это больная тема многих часов китайских брендов, в том числе и Xiaomi. В общем-то Mi Band у них были очень защищенными при разумном погружении. Эти часы я не погружал, ну просто потому, что в этом году и в прошлом году я так и не попал на море. Поэтому проверить, конечно же, не было возможности. Но зато я эти часики не снимал, когда принимал душ, когда мыл руки. Естественно, я мыл руки так, что полностью заливал эти часы прям вот водой с крана. И, конечно же, могу отметить, что вот они до сих пор работают. Следовательно, здесь у нас прекрасно работает влагозащита. Но, опять же, в плане таком бытовом, то есть какие-то профессиональные погружения, там может быть пресная вода, либо соленая. В зависимости от этого у вас могут быть проблемы. Я говорю чисто за свой сценарий эксплуатации. Если говорить о ремешке, то у меня ремешок не вызвал никаких вопросов. Он, во-первых, очень эластичный, он очень приятный на ощупь. Здесь огромное количество отверстий на нужном расстоянии. То есть можно идеально подобрать под практически любую руку. И здесь огромная длина. К тому же есть дополнительное крепление ремешка для того, чтобы хлястик, излишек не болтался. Смотрите, как у нас здесь используется фиксация. То есть мы просто берем, фиксируем вот так. Вот у меня на пятое отверстие. Засовываем. И здесь уже регулируем, нужно нам этот хлястик или нет, фиксируем. Что касается ремешка. Конечно же здесь есть вероятность того, что вы уроните часы, если не до конца зафиксируете. И иногда вот эта вот история, она не до конца у нас фиксируется. То есть нужно сделать так, чтобы здесь прям такой шелчок был. Чтобы эта пимпочка вылезла. Шляпка прям покрыла эту резину. И тогда у вас четко будет зафиксировано. Если этого не произойдет, то есть вероятность того, что пока вы будете продевать вот сюда, они у вас упадут. То же самое у меня было вот на этих часах. Здесь принцип такой же у конструкции, только здесь еще сложнее. Потому что продеть нужно не просто в такую пимпу, но именно вот сюда поддеть. А это под кожу, оно там чуть тормозится. Ну короче не совсем удобная конструкция, как по мне. Поэтому она надежна эта конструкция, но нужно приловчиться застегивать этот ремешок. Также ремешок здесь гипоаллергенный, то есть он не вызовет никаких аллергических реакций. Ремешки у нас здесь своеобразные. Такие, которые идут именно на вот эти часы Xiaomi. Поэтому их можно покупать отдельно. Они продаются на Алиэкспрессе. Их огромное количество. Просто нажимаем на вот эту пимпочку и ремешок у нас отстегивается. Ремешки дешевые. И что мне нравится еще это то, что ремешок широкий. Он очень удобно сидит на руке. Уверенно так чувствуется. И в целом довольно прочный. То есть он нигде не порвался. Ничего не отклеилось, не оттопырилось. То есть ремешок действительно показал себя с хорошей стороны. Если говорить о зарядке, то я никогда не засекал сколько он заряжается. Я просто ставил их на ночь. Или утром кидал, пока завтракаю. Они там подзаряжались. То есть я так думаю, что где-то в районе часа полутора им нужно на зарядку. С 20 до 100 процентов. Если говорить о вибрации, то она здесь есть и она очень хорошая. Она очень сильная. Также вибрацию можно настраивать. Вообще в целом здесь огромное количество настроек. Я вам сейчас покажу. То есть здесь вот видите какое огромное меню. Притом его можно настраивать со смартфона. Какие пункты будут, какие пункты можно убрать. Если зайти в настройки, то вот у нас есть вибрация. Ее можно отключить, сделать сильной, сделать обычной. По управлению могу отметить, что здесь очень хорошая чувствительность. Настолько хорошая, что иногда ты не можешь сделать свайп назад. То есть я делаю свайп назад, допустим. Вот так раз. А он мне может включить при этом, вот как сейчас например. А он мне может включить при этом вот этот пункт. Допустим сильная вибрация. То есть нужно приловчиться. О, я сейчас хотел сделать свайп назад. Он мне включил этот пункт. Нужно приловчиться и на самом... О, опять. Видите? Я хочу сделать свайп назад, то есть нужно немножко понять эту логику, так как я редко в них лажу, там чуть настраиваю, один раз настроил и забыл, то нужно приловчиться к этому. Но кто постоянно сидит в часах, я думаю, он приловчится и у каждых часов вот своя эта тактильная тема, что нужно к ним привыкнуть, как они реагируют на касания. Может быть еще от пальцев зависит от того, насколько они сухие там и так далее. Но мне немножко не понравилось, что нажимаются какие-то пункты меню вместо того, чтобы выполнить нужное мне действие. Хотел бы отметить, что здесь нет динамика, поэтому позвонить по этим часам не получится, как с них, так и на них принять звонок. В отличие от тех же более дешевых Redmi Watch 3 Active, которые мне этим и нравились, что здесь есть отдельно у нас динамик и здесь есть отдельно у нас микрофон. И я могу совершить звонок с этих часов совершенно спокойно, занимаясь допустим спортом, когда руки грязные после мяча, после пыли. Я просто беру, набираю и телефон у меня находится при этом где-то в сумке, не знаю, поясной или в рюкзаке или еще где-то, или в раздевалке, ну грубо говоря. То есть я могу совершить этот звонок, главное, чтобы расстояние было не больше 15-20 метров. Также я могу принять звонок на часы совершенно спокойно и звук здесь классный. Здесь они почему-то решили эту функцию убрать, хотя часы более дорогие. Но насколько я знаю, эта функция есть в более премиальных, скажем так, Redmi Watch 4, да. Вот там она есть, но они и дороже, чем вот эти часы. Короче, непонятно, Xiaomi скачет от функции к функциям, что-то добавляют, что-то убирают. Не совсем понятна их логика, но было бы здорово, чтобы здесь еще можно было совершать звонки. Кстати, здесь что-то подобное на микрофон есть, то есть вот такое отверстие есть. Что это за отверстие, зачем оно нужно, я так и не понял. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но для меня это было минусом, потому что после Redmi Watch 3 Active хотелось бы, чтобы такая функция была. Также хотел бы отметить, что здесь куча настроек по Watch Face, и их можно по удержанию менять, перелистывать. Я убрал эту функцию, потому что иногда бывает рукой коснешься и держишь дисплей, и он раз, и переключает тебе на другой Watch Face. Но здесь есть возможность выбрать как с самих часов, так и с приложения. Так вот, в самих часах хранится огромное количество Watch Face, которые вы заранее настраивали в приложении. И покажу, когда перейду к приложению, как это все делается. Ну, как обычно, локализации у Watch Face отсутствует. То есть, они в основном все англоязычные. И, конечно же, если говорить о цене, то часы стоят примерно 60 долларов. 50, 55, 60, в зависимости от магазина, доставки в страну и так далее, способа доставки. Я считаю, что за эти деньги, в принципе, часы нормальные, но было бы здорово, если бы они были чуть подешевле. То есть, до 50, 45, 50 долларов, тогда это были бы прям совсем идеальные часы. А так, учитывая вот эти все минусы, которые накопились, ну, как-то немножко жалковато отдавать такие деньги. Но они потихоньку подешевеют, и я думаю, что войдут в свою правильную ценовую категорию. Если кому интересно, я ссылку на них оставлю в описании, и там вы посмотрите, какая сейчас актуальная цена. В них огромное количество тренировок, у них огромное количество всяких настроек. Здесь нет никаких кнопок для управления, то есть, здесь нет кнопки, здесь нет кнопки, никаких колесиков. Все управляется чисто сенсорно, то есть, это уже полноценные такие смарт-часы в своем таком современном понимании, когда все находится внутри, как будто вы пользуетесь отдельным таким маленьким планшетиком у себя на руках. Посмотрите, какое огромное количество здесь всяких настроек. Помимо этого, заходим в настройки, и здесь тоже еще куча всяких поднастроек по системе, по батарее и так далее. Хотел бы отметить, что здесь у нас немножко непривычное управление. Свайп сверху вниз у нас вызывает как раз-таки основное меню настроек, всех пунктов и так далее. Свайп сверху вниз у нас вызывает уведомления. А здесь у нас пролистывается меню с виджетами и дополнительное меню, которое обычно вызывается свайпом сверху вниз. Вот это меню, меню быстрых настроек, меню быстрого доступа. Здесь мы можем включить ночной режим, не беспокоить, настроить будильник, включить поднятие руки, то есть, активацию при поднятии, включить режим фонарика, когда заливается белым цветом, вибрацию включить, выключить, зайти в настройки, сделать режим экономной работы батареи. И еще у нас здесь есть режим не выключения экрана в течение 5 минут. Но это вдруг, если кому-то нужно для каких-то задач. И все это циклично вот так по кругу переключается. Переходим к приложению. По часам, я думаю, закончили. Удобные, высококачественные материалы, хорошая сборка, шикарный дисплей. Так как в часах у нас присутствует огромное количество датчиков. Это и акселерометр, и датчик приближения, и пульсометр, и пульсоксиметр, и GPS в том числе. То естественное приложение у нас, подстраиваясь под эти часы, позволяет вам огромное количество всяких функций получить. Приложение для управления называется Mi Fitness. Заходим в него, заходим в устройство. И здесь можно это убрать, потому что фоновая активность нам в принципе не нужна. Просто будет излишне кушать батарейку смартфона. А так в целом у нас будет работать приложение также. Но если вдруг у вас проблема с работой приложения, то нужно разрешить фоновую активность. И дополнительно настройки по работе с батарейкой. Видим, что здесь у нас виден заряд часов. Видно состояние, что они подключены. Виден тот watch face, который вы настроили. Если вы его измените, он здесь тоже изменится. Это очень круто. Также здесь у нас есть управление устройствами, которые были подключены. Те часы, о которых я говорил ранее, которыми я ранее пользовался. Можно сделать синхронизацию, чтобы он сейчас в режиме реального времени подтянул все свежие актуальные данные. Настроить разные циферблаты. Их, как можете заметить, здесь просто невероятное количество. И они постоянно добавляются. В моих циферблатах находятся те циферблаты, которые вы уже настраивали. И они автоматически сохраняются не только здесь, но и в самих часах. И, естественно, вы можете их быстро без интернета установить на часы. Точнее, не установить, а активировать. И то же самое можно сделать и на самих часах. Найти их в отдельном пункте и установить без использования интернета. То есть, это огромный плюс. Раньше такого не было на тех же Mi Band'ах и так далее. В здоровье здесь у нас все классически. И здесь они, как всегда, показывают статистику по шагам, по сожженным калориям и по активности. По тому, как вы вели какую активность. Какие были у вас, скажем, фейковые тренировки. То есть, насколько была вообще не просто шаги вы делали, насколько эти шаги конвертировались, допустим, в прогулку активную и так далее. Это у нас считается таким синеньким полукругом. Что касается тренировок, то здесь их тоже огромное количество. Он также считает сон. Я последнее время на ночь снимаю браслет. Поэтому у меня здесь, конечно же, он не покажет некоторую статистику. Но если вернуться на пару дней назад, то вот, пожалуйста, весь сон у нас здесь присутствует. Также можно посмотреть за неделю, за месяц и определить, в чем у вас проблема со сном. Также это относится и к активности. Заходим в шаги. Здесь тоже я днем не всегда их надевал, поэтому не всегда видно количество шагов. В последнее время, ну вот, такие были задачи, что я не всегда надевал эти часы. И вот видим, что у нас здесь тоже можно посмотреть конкретно по дням, потом за неделю и за месяц. То есть, в целом, вот видна моя активность за месяц. И также можно зайти в отдельный режим тренировки, выбрать нужную тренировку, какую вы хотите задать. Он будет определять навигацию, по навигации он будет определять ваш маршрут и прорисовывать его. Естественно, это все было и ранее, но в зависимости от часов это все было либо с подтягиванием навигации от смартфона, либо с подтягиванием навигации в самих часах. Здесь GPS есть, поэтому подтягивается и все сохраняется с самих часов. Здесь в устройстве, как я уже все показывал, есть помимо этого возможность входящие вызовы включить либо отключить. Также настроить будильник, также можно синхронизировать задачи, настроить погоду, пульс, сон, уровень кислорода в крови, стресс, легкая активность, статистика. Здесь у нас вы можете задать, сколько вы хотите получать шагов, вознаграждения, уведомления о том, что вы достигли определенной цели. То есть здесь ваши цели, шаги, калории и по разминке. Что касается вибраций, здесь также она настраивается отдельно под каждую задачу, чтобы вы могли понять, что это за ситуация была у вас с уведомлением в зависимости от вибра. Спящий режим, синхронизация режима не беспокоить, это когда мы включаем режим не беспокоить на смартфоне и он автоматически включается на часах. И наоборот, ну если вам это нужно, также есть вот синхронизация по запланированным событиям. Тоже это важно, чтобы у вас была полная синхронизация, если вдруг вы этим пользуетесь. Также есть возможность найти устройство, то есть мы нажимаем и часы вибрируют и при этом показывают. Нажимаем установить, чуть-чуть подсвечивается, это удобно даже вечером, если вдруг где-то забыли, потеряли. Можно установить пароль, который позволит вам использовать эти часы запароленными и получается, что никто не сможет получить к ним доступ, посмотреть вашу статистику, ваши уведомления без ввода пароля. Также разблокировка телефона, это когда мы делаем так, чтобы сами часы разблокировали телефон как Bluetooth устройство. Это старая функция, она всегда была, но здесь она выведена вот в отдельный такой пункт, который был раньше всегда вверху. Можно обновить часы. В целом приложение функциональное и в зависимости от часов, вот видно, что функции довольно расширенные и их достаточно много. Если говорить о весе, в принципе часы довольно легкие, ну так чувствуется конечно, что они увесистые, но довольно легкие. Где-то в районе 25 грамм они весят. Могу отметить, что так как здесь все пластиковое, то это краски и влияет на вот эту облегченную конструкцию. Здесь используется хорошее олефобное покрытие, хорошее защитное стекло. За это время, вот пока они у меня, нигде они не поцарапались, не побились. Ну и также хотел бы отметить, что часы работают не только с Android, но и с iOS. Но опять же я не тестировал, как работает с iOS устройствами. Из приятных опций, если подвести итог, это очень хорошая герцовка, очень хорошая яркость. Также мне понравилось, что здесь очень хороший ремешок, часы очень удобные и очень много функций. Но и из минусов, если подвести итог, это непонятно, почему нет микрофона, чтобы можно было совершать звонки и динамика, хотя отверстия вроде как есть. Нет возможности свои какие-то ремешки классические использовать, потому что здесь свое крепление. Это, ну скажем так, не очень хорошая автономность, то есть в районе 5-6-7 дней в такой сильной активности. Но если вы прям совсем не активны, отключили Always On Display, то недельки-две, я думаю, они у вас продержатся. Ну и еще может быть пятый минус, который преследует все часы Xiaomi и браслеты, это то, что нет нормальной локализации под русский язык watch face. В остальном просто куча функций, все работает нормально, кроме вот, ну может быть нужно привыкнуть немножко к тому, как отрабатывает touch, да, что иногда нажимается какая-то функция вместо свайпа. Но это меня преследует практически от каждой модели часов, может быть у меня что-то с пальцем. Вот и всегда нужно привыкать к каждой конкретной модели часов. Кстати, когда вам поступает звонок и вы включили соответствующую функцию в приложении, вы можете отклонить звонок, либо ответить быстрым сообщением. Но именно ответить на звонок, как на тех же более дешевых Redmi Watch Reactive у вас не получится. Поэтому если вдруг вы увидели где-то, что кто-то отвечает на звонок, это не более чем фейк, то есть именно ответа на звонок здесь фактически нет. Если вдруг есть что добавить, напишите в комментариях, если в чем-то ошибся, тоже корректно напишите в комментариях. Если кому интересно, где их можно купить по лучшей цене, ссылка в описании. Всем хорошего настроения, как вам эти часы, напишите в комментариях и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok